В общем, тема, которую я, собственно, заявил, про которую буду рассказывать, это, и опять же я сам назвал такой вид приложения, это гибридные приложения, которые, Android-приложения, которые в себе совмещают Air и Android. То есть, в принципе, отличить их, ну вот если вы получите ПК-шку и отличить, что это написано на Air, скорее всего, не получится, если вы это не раздепуете и не посмотрите, что внутри. То есть, это Air-приложение, которое имеет доступ ко всей функциональности Android, плюс может работать с виджетами андроидовскими. Собственно, почему я пришел вот к такому решению и почему я сейчас буду рассказывать, оказалось, что можно очень хорошо заинтегрироваться с Android. То есть, вот то, что у нас в проекте не хватало, то есть, заказчик сказал, я хочу Android, вот, вы пишите там на чем хотите, я хочу виджет. Ну, мы, собственно, там, компания UseItFlex и мы знаем хорошо Air, разработчиков андроидовских у нас нет. Ну, может, и есть где-то, но, в общем, это пришлось бы искать. А Flex-разработчиков у нас очень много и, в общем, нужно было найти способ, как это сделать. Вот, собственно, я порылся в интернете, я, чтобы уже не плагиатствовать, скажу, чья это идея. А где что-то? Нет, 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 и 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 нет, и, блин, ладно. Так, простой поиск. Android, Android, виджет. Вот, у меня почему-то первый взгляд. Есть такой чувак, James Ward, не знаю, наверное, может, известный. И, собственно, я на его блог зашел только когда вот мне нужна бы эта тема. Вот, в общем, идея какая? Чтобы, ну, кто, если, вообще, кто занимается вот именно мобильной разработкой сейчас на Flex? А кто планирует? Ясно, окей. Ну, в общем, идея какая? У Air, почему он запускается на андроиде, они написали вот Truntime. Вот он еще, наверное, там, когда компилируется сама ПК-шка, есть такая штука, называется AppEntry. Это расширение от андроидовской Activity, которое умеет запускать рантайм и уже запускать вашу свивку, которую вы писали. Вот, этот парень придумал, короче, взять декомпильнуть, оттуда выдрать этот AppEntry, потом взять из него и сделать отдельный джарник, и потом создать, создается простой проект на андроиде, туда закидывается этот джарка, и потом в соответствующую папку заливается в ваше приложение на Air. Все, теперь ваше готовое чистое андроид-приложение умеет запускать Air. Вот, при этом это уже простое андроид-приложение, вы там можете виджет создавать, что хотите. Вот, собственно, могу рассказать вкратце, что там надо. А интенты передаются? Кто? Да. Ну как, то есть там такая немножко прослойку надо будет написать, то есть вот твой Air, там завести сокет и завести… Через сокет? Да. Ну, то есть фактически этот парень придумал такой вот альтернативный вариант native extension. То есть когда ты можешь к нативному коду обратиться, тут можно то же самое сделать, но только через соки. Вот, но при этом у тебя одна АПК-шка и у тебя есть виджет. Вот, расскажу вам, наверное, чуть-чуть вкратце, чего нужно. Так, первое, что надо, это нужен такой tool, называется Dex2Jar. Вот, тоже все это легко качается. Вот, качайте это tool. А, ну еще, как бы, изначально проект, когда я заводил, я заюзал джарку вот этого парня. Вот, она работала на Air 3.0. Вот, после того, как мы первую часть проекта сделали, мы начали, там, закачал себе спокойно там вышедший Air 3.2 и обнаружил, что ни черта не работает. И я такой, блин, думал, что за фигня, почему? Вот, в итоге оказалось, что там есть несовместимости. И, в общем, мне пришлось вот то, что он сделал и скрыл в своем блоге, видимо, вот эту декомпиляцию, чтобы не нагружать. Мне пришлось, короче, искать самому, как сделать. В общем, в итоге качаете вот этот Dex2Jar. Берете, ну, то есть, в принципе, можно взять, создать тестовое приложение. Air'овская, мобильная, сделать, зарелизить АПК-шку. И вот конкретно ее декомпильнуть для того, чтобы оттуда достать апэнтри и сделать жарник. Сейчас покажу, как это выглядит. Так, ну вот, допустим, у нас там есть АПК готового проекта. Вот, то есть, собственно, запускается простая команда Dex2JarSh, и все. И он, короче, эту АПК-шку превращает в жарку. Вот, ну, мне-таки все-таки, наверное, как и каждому девелоперу, было интересно, что в этой жарке находится, при этом посмотреть исходные коды. Вот, и там еще один парень написал такую классную штуку JDGUI. Вот, это такой графический декомпайлер. То есть, вы ему отдаете джарку, да, а он вам показывает, что у него внутри. Вот, то есть, ну, это, в принципе, не обязательно этап, этап, но кому интересно, может посмотреть. Сейчас покажу, как выглядит. Файл. Вот, собственно, что Adobe сюда понаписало. Вот этот АПК волшебный, который, собственно, ну, вот видно, что это он Extended Activity, и все. Ну, и тут, короче, куча кода. Я даже не разбирался особо, что он там делает. Вот, так, следующий этап. Ладно, не буду показывать. В принципе, ну, можете, если там в вашей джарке будет всякий мусор, ну, вдруг там какой-то проект, там еще какие-то классы, то есть, можно вот выкинуть оттуда все, просто руками там раззипать и оставить вот три класса, четыре, наверное. Не знаю, насколько они все нужны, но, в общем, ладно, я уже оставил, думаю. Пусть все работает. Вот. Так. А? А? А, это все зависит от того, как у тебя АПК-шка за релизинг. Кстати, тоже важный момент. То есть, можно же сделать это Captive Runtime, галочку поставить, когда при сборке АПК-шки, АДТ, да, он будет туда запихивать еще рантайм. То есть, я не помню. Вот это, кстати, у меня, по-моему, АПК-шка уже с рантаймом внутри. Ну, я не уверен. Короче, он где-то тут зашит. То есть, я, в принципе, делал… АПК-шки Runtime. АПК-шки Runtime. Ну, это же просто ресурсы там, куча. АПК-шки Runtime. АПК-шки Runtime. АПК-шки Runtime. АПК-шки Runtime. Да-да-да. Не, ну, в общем, я просто там сильно не заморачивался. Я, короче, сделал ПК-шку с Capture Runtime, я его так же декампельнул, собрал джарку и у меня, как бы, удалился своего планшета Air Runtime и оно завелось. Вот, ну, как бы, чтобы уже сильно там не внедряться. Так. Сейчас покажу структуру папок. А, он так работает. О, круто. Короче, вот у меня приложение, это Android-приложение, все тут, как обычно. Вот этот вот джар. Так. Ай. Вот. Вот самая заветная папочка. Вот папочку assets, собственно, и кладется ваша свивка. Ну, и там уже ресурсные файлы, которые ему нужны. То есть, название может быть какое угодно. Вот такая маленькая, да? А? Вот такой синька. Кто? Сверх. Не, этого жирная свивка твоего приложения. А вот даже Air Runtime? Вот это уже, вот, ладно, блин, уменьшить. Ты же говорил, ниже. Может, я сейчас, подожди, подожди. Смотри. Ладно, вот, смотри. Вот это вот, election mobile, это мое Air-приложение. Вот, блин, жалко, нет, в биндбаге. Ну, ладно, тут бы лежал там АПК и еще какая-то фигня. И моя свивка. Вот, моего Air-приложения. Я его просто беру, эту свивку, а вот это вот у меня чистое Android-приложение. Вот. Ну, виджеты тоже закодены. Так как виджет как? Ну, как обычно, нет. Виджет пишется на чистом Android. Ну, ладно тебе еще. Ну, то есть, в принципе, это вот кто хочет, например, плавно перейти в Android или там сказать, что я крутой Android-девелопер, можно вот так вот сделать такой финт. Ну, в принципе, сейчас Air Runt на самом деле дает возможность написать очень быстро работающие, ну, довольно даже сложное приложение. Особенно после того, как они сделали 3D-ускорение, там вообще можно делать все, что угодно. Ну, потом, если будет интересно, покажу. У нас там парень на работе, вот он как раз-таки карту такую с анимацией сделал. И на Air работает почти, ну, как нативно. Вот. В общем, суть какая? Вот ваш Android-проект. Вы сюда в папочку assets кладете свивку. Ресурсы. Вот тут в meta-inf лежит вот дескриптор. На случай, если вам там нужно будет что-то прописать, что вот у вас, например, там рендеринг GPU или директ или еще что-нибудь. И все. А, еще один момент. Так, виджет. Сейчас. Вот, main-up. Ну, можно, в принципе, наверное, его можно делать, а можно и не делать еще. Ну, да, лучше делать. Вот, собственно, вот я наследуюсь от APN3. Он берется из того вот джарника. И здесь вот я спокойно запускаю сервис, который у меня там, не знаю, в одном приложении у меня вообще виджет умел качать с ftp все, что надо. Ну, так надо было. С ftp файлы и потом уже говорить Air части, что, типа, вот, посмотри на файловую систему, я уже все накачал. Тут как раз-таки вот этот socket bridge, собственно, который принимает и посылает команды. Ну, то есть тут взаимодействие между Android и Air идет. Вот, ну, и тут уже, собственно, воротить можно все, что угодно. Там какие-нибудь notification вызывать, там, запускать какие-то операции, в принципе, используя многопоточность Android. В общем, все, что хотите. Ну, фактически это такой пододобовский native extension. То есть вот как, например, там Farad разрабатывает свои какие-то фичи на BlaseDS, чтобы люди не платили много денег. Вот, так вот этот чувак придумал, что вот не хотите юзать native extension, но, по-моему, на тот момент они еще не сильно были хорошо написаны. Вот, собственно, вот такой вот хитрый способ из flex-девелопера быстро стать Android-девелопером. Ну, нужны какие-то там базовые скиллы, чтобы написать виджет и просто там прописать UI. Все. Вот так вот быстро все работает. Вопрос можно? Да. Проблемы какие-нибудь были? Ну, то есть вообще с Air on Android, который нельзя было быстро решить или приходилось долго именно решать? Ну, проблема была одна, что у меня вот эта вот жарка этого чувака не завелась. Ага. Вот, после чего я понял, как он это делает, в общем, и все. Ну, то есть если вы, например, начинаете приложение, то лучше, наверное, вот ту актуальную версию SDK Air-овского взять, с помощью ее скомпилить, любую АПК-шку, не важно, что там будет внутри, вот оттуда выдрать АПН-3, сделать жарник и все, и будет в вашем Android работать. Ты куда-нибудь выкладывал вот эти свои мысли и еще что-то, чтобы кто-нибудь еще поднимал? А, я думал об этом. Я же все собираюсь в том блог писать, даже лениво. Страшно, лениво. Что? Пошла к 20 лет. Да, да, да. 20 лет пройдет, а я об этом напишу. Уже домен-то нет. Да. Не хочешь писать блог, заведи домен. Вот, и забыть про него. Так, ну что, наверное, все. В принципе, потом, если будет желанием, я не помню, есть ли у меня на планшете, собственно, это приложение, ну и что, могу закачать?